Ну давай мастер-класс. Так, по времени все хорошо. Начну с небольшой истории. Все вы знаете нашего замечательного продукт-менеджера Юрия Волошина. Вот он сидит. У него есть несколько реально работающих интернет-магазинов. И он постоянно тестирует новые фичи продукта на них. И вот когда мы делали сервис скорости сайта, Юра подошел ко мне и показал вот такую картинку. Говорит, я захожу на свой сайт, у меня все летает, все быстренько открывается, а ваша скорость сайта говорит, что у меня сайт медленный. Почему так? И что с этим делать? На тот момент у него скорость сайта показывала цифры 1,7 секунд, что довольно-таки много. И мы стали с ним разбираться. Во-первых, как считается, откуда берутся данные в скорости сайта, как они считаются и что с этим делать. Для подсчета данных скорости сайта мы используем вполне стандартные вещи, которые есть во всех современных браузерах. Так называемая Navigation Timing API. В браузерах есть глобальный объект Performance. У него есть ключ-тайминг, который нам возвращает временные отметки этапов запроса к странице, к основной странице. Вот здесь на диаграмме как раз представлены эти этапы. Первая отметка называется Navigation Timing. Это момент, когда пользователь либо вводит адрес, либо нажимает на ссылку. И кончается это все тем событием load, когда уже все ресурсы страницы загрузились. Также здесь интересные есть вещи. Это DNS lookup, скорость подключения к серверу, время подключения к серверу, время ожидания ответа от сервера. То есть это момент, когда браузер получает первый байт вашей страницы. И несколько событий уже по обработке страницы. И в нашем случае скорость сайта – это время от начальной отметки Navigation Timing до событий DOM Content Loaded. Именно вот это время мы считаем за скорость сайта. И как же мы это все считаем? Мы берем 1250 последних хитов, убираем из них 20 самых медленных, в итоге у нас остается 1000 хитов, и из них считаем не среднее арифметическое, а так называемый 50-й перцентиль или медиану. И здесь еще интересный момент, что из-за того, что мы считаем от Navigation Timing до DOM Content Loaded, у нас получается, что эта цифра включает в себя… Это комплексный показатель. Он включает как и параметры сети клиентов, так и организацию бэкэнда, так и организацию фронтэнда. И мы кроме вот этого счетчика показываем вам еще диаграмму по хитам, где можно вот этот каждый этап посмотреть, что очень бывает полезно при анализе… Можно я добавлю? Почему вообще откидываются, как мы называем их, плохие хиты? Когда мы сделали первый прототип, стали собирать и смотреть данные, выяснилось, что в общем есть довольно большой процент людей, которые реально с плохим каналом. Он, например, начал в метро грузить, проехал станцию, не догрузил, что-то у него оборвалось, или он на мобильном телефоне двигался, или связь каким-то образом прервалась. Мы сначала думали, что это связано со страницами и дает объективную картину о том, как работает проект. Но исследованием мы много тогда усилий потратили на то, чтобы вообще понять, почему есть… А там реально попадают туда… Вот если там на графике смотрите, там очень длинно, может там до 20-50 секунд, то есть вообще куда-то уходит. Да, на столбчатой диаграмме там… Да, да, да. То есть там реально, когда уже изменения не происходят, мы математически там вычислили вот это отбрасывание и решили, что это будет эффективно и достаточно быстро решать задачу. И это не путает. То есть мы старались сетчон неточно сохранить и в то же время убрать мусор. Здрасте. Вопрос. А зачем мы учитываем DNS, зачем мы кэш аппликейшн? Это вообще никак не характеризует наш проект, это характеризует локальную сеть клиента. Это реальная картина, с которой сталкиваются ваши пользователи сайта. То есть вы можете загружать вашу страничку очень быстро, а ваши клиенты загружают ее вот так вот. Например, потому что у вас очень медленный DNS. Да. Вы этого не видите, потому что там все закэшировано, да? А вдруг оказывается там 3 секунды на первый DNS-хит, например. Или у вас там много разных доминов, и DNS-овская нагрузка там очень большая получилась. Или еще какие-то причины. Выбрав точку зрения со стороны клиента, мы должны реально показать его время до появления. Вот это вот цель была. Как он увидел? Увидел? Все. А дальше уже причины, объясняющие, почему быстро или почему медленно. В итоге Юра посмотрел на этот график и сказал, ну а что делать-то теперь? Что делать? Ну, в первую очередь мы что начинаем делать? Начинаем оптимизировать обычный бэкэнд. Для этого у нас есть замечательный модуль производительности, который нам позволяет профилировать все страницы битрикса на предмет тормознутого кода, на предмет SQL-запросов, видеть количество, сколько они выполняются. Плюс он дает классные рекомендации по тюнингу серверного ПО. Как настроить PHP, SQL, какой акселератор выбрать. В общем, это довольно-таки стандартный наш механизм, и все уже его прекрасно знаете. Кроме этого, есть у нас кэширование компонентов, которое тоже очень сильно ускоряет бэкэнд. Сейчас у нас появился композит. Кстати, про композит. Вот на этой диаграмме что ускоряет композит, Сергей? Ну вот мы говорим, что композит ускоряет загрузку страницы. Вот наша загрузка страницы в глазах браузера. У него есть тут TNS, TCP соединение, время ожидания от сервера, время, за которое он скачал эту страницу, и уже потом события рендеринга. Ну, композит ускоряет только вот эту часть реквеста. То есть это время ожидания от сервера. Вот именно эту часть ускоряет композит. Далее. И мы пошли с Юрой по вот этому графику и выяснили, что время подключения клиентов к его серверу очень большое. И реально оказалось, что его сайт на тот момент находился у американского провайдера. В итоге он перенес свой сайт на российский провайдер, потому что у него на его сайте в основном калининградцы из города, потому что у него ориентация на местный рынок. И в итоге это дало практически в секунду прироста, потому что был очень долгий пинг до Америки. Дальше. Дальше мы пошли с ним анализировать еще эту диаграмму. И выяснили такой момент, что обычно мы занимаемся оптимизацией бэкэнда, настраиваем серверное ПО, гордимся цифрками, которые там скорость показывает, скорость генерации страницы, а у меня там 0.1, а у меня 0.05, все классно. Но реальная картина выглядит по-другому. Картина, которую показывает этот график. Здесь зеленым цветом обозначена у нас как раз работа бэкэнда, а фиолетовым работа фронтэнда. То есть на самом деле большую часть времени браузер клиент тратит не на бэкэнд, который мы все время пытаемся оптимизировать, а на фронтэнд. Поэтому здесь больше надо энергии уделять фронтэнду, чем бэкэнду. Ну и как же мы можем ее улучшить? Когда мы открыли панельку Network в Developer Tools, то увидели, что у Юры гигантское количество загружаемых файлов. С чего бы это? Оказалось, что у Юры не включено объединение CSS и JavaScript. Зачем это нужно? В браузерах есть ограничения на количество одновременных соединений. Как правило это 6, но доходит иногда до 13 в последнем Explorer. То есть если у вас там 70 файлов, он не будет их одномоментно скачивать. Он будет сначала 6 скачивать, еще 6, еще 6 и так далее. В итоге мы сжали Юре эти файлы и еще ускорили скорость сайта. Единственное, здесь, конечно, нужно после того, как делать какую-то оптимизацию, должно пройти какое-то время, пока скорость сайта соберет эти данные. Если у вас большая посещаемость, вы быстро это все увидите, прям как у вас график там уменьшается или увеличивается. То есть вы будете на нем оценивать свою оптимизацию. Правильно она или неправильно. Вот, например, в Юрином случае мы еще пробовали CDN сделать. И CDN конкретно в его случае не помог. То есть он даже ухудшил эту статистику. Поэтому у Юры сейчас нет CDN. Кроме этого, очень популярная ошибка – это неотдача для ресурсов, для джоускрипта, картинок, CSS, заголовках кэширования. Если у вас нет заголовков последней модификации и заголовка expires, на каждый хит браузер будет скачивать ресурсы повторно. Если у вас есть дата последней модификации, которую дает сервер, это уже хорошо. В этом случае на вторых и последующих хитах браузер будет делать так называемый conditional get запрос. Будет спрашивать, а не изменился ли этот ресурс вот с такой-то даты. Либо там еще есть вариант с тегом, когда он будет спрашивать entity ID ресурса. Но это уже лучше, но при этом будет каждый раз HTTP запрос делаться. Для того, чтобы он не делался, есть еще заголовок expires, выдачу которого нужно просто настроить либо в Apache, либо в Nuginx. Очень часто просто забывают это сделать, даже мы сами на это наталкиваемся. Очень можно, большое количество запросов можно просто сократить вот этими настройками. Что еще? Картинки. Спрайты. В принципе, это довольно-таки стандартный механизм. Я думаю, что уже все верстальщики должны по умолчанию свои картинки делать в спрайтах. Также можно сделать еще, если у вас маленькие картинки, можно их засунуть прямо inline через B64. Далее, кроме того, что мы уменьшили объем загружаемых ресурсов, точнее количество, нужно еще уменьшить их объем. В первую очередь это gazip-жатие. Тоже часто забывают его включить в настройках сервера. У нас даже есть специальный модуль для этого, который уже лет 10, наверное, существует. Я, конечно, рекомендую вам делать это сжатие сервером, но если у вас нет возможности, можете воспользоваться нашим модулем. Также минификация CSS и JavaScript – это вырезание пробелов, перевода в строк для JavaScript, еще дополнительно уменьшение локальных переменных и уменьшение ряда вариантов кода. Я могу сказать, что для B64 мы уже начали выполнять минификацию, провели первые эксперименты и выиграли довольно много памяти. Потом делали замеры, вообще эффективно это или нет. Выиграли и скорость загрузки, насколько я помню, и выиграли время рендеринга. И есть… Кстати, я бы хотел, чтобы ты взял на себя какие-то обязательства. Мы сделаем это в продукте, в стандартном. Мы ужмем CSS и JS. То есть вообще хотелось бы выпустить обновление продукта, которое уже содержит… С минификацией, да? С минификацией, да. И последовательно выпускать минифицированные вещи. Есть также идея для CDN делать минификацию, но кажется, что оно должно быть предсказуемо для вас, как для разработчиков. Поэтому в поставке кажется правильнее. Окей. Сжатие картинок. Даже несмотря на то, что вы в фотошопе нажимаете save for web, вы можете еще специальными утилитами еще больше эти картинки ужать. И тут сразу такой вопрос возникает. А зачем нам нужно бороться за вот эти вот копейки? Ну да, мы сожмем эту картинку, нам даст перерост 3 килобайта. Или сожмем CSS, было у нас 10 килобайтов, стало 8. Зачем нам это делать? У клиентов и так очень быстрый интернет. Зачем на это все время тратить? Ответ на этот вопрос нам дает протокол TCP и понятие roundtrip тайма. Roundtrip тайм – это время, за которое пакет доходит от клиента к серверу и обратно. Это время вы можете узнать командой ping. И здесь такой момент, что когда браузер соединяется с сервером, они договариваются о размере так называемого окна, которыми они будут обмениваться данными. И у каждого клиента это окно разное. Более того, оно может в процессе передачи данных меняться. И у вас может получиться ситуация, что одно окно передается, по сути, за один roundtrip. У вас может получиться ситуация, к примеру, у вас есть 10-килобайтный файл, а окно 8. Соответственно, для того, чтобы передать этот файл, требуется два roundtrip тайма. Если у вас ping до сервера, допустим, 60 миллисекунд, в данном случае у вас файл передастся за 120 миллисекунд. Ну, поэтому нужно и бороться за вот эти все копейки. Потому что не всегда, но могут быть случаи, когда это реально сократит время загрузки ресурсов. В этом слайде добавлю один момент. Ну, вообще мы не стали здесь это упоминать, но если у вас достаточно большая задержка к вашим серверам, хорошим результатом является изменение параметров ядра линукса по окну для TCP IP. То есть там есть так называемый параметр, когда в случае ошибки происходит перепроверка и переподача. В общем, чем больше вагонов мы отправили поезд первый, тем меньше придется пересылать. Это тоже оказалось полезным, но может быть там Саша Сербул подскажет или Саша Демидов. Они занимаются этим вопросом. Если кому интересно, подойдите к ним. Еще какие-то оптимизации. Это вынесение ресурсов на разные домены, потому что вот это ограничение в 6 подключений, оно действует в рамках одного хоста. Если у вас разные хосты, вы можете сделать уже не 6, а 12 или 13. Также CDN. CDN тоже имеет другой адрес. По сути, та же самая оптимизация. Плюс CDN может вам отдавать контент быстрее для конечного клиента. Но здесь нужно, опять же, включили настройку, подождали некоторое время, как это сделал Юра, и посмотрели, есть эффект или нет эффекта. Потому что раньше мы могли говорить, CDN это супер, используйте, включайте. Сейчас у вас есть реальный инструмент, который вы можете проверить. Улучшилась ситуация или ухудшилась. И уже делать какие-то выводы. Кроме этого, нужно понимать, что все ресурсы, JavaScript и CSS, которые находятся у вас в хеде, страницы, это все блокируют рендеринг страницы. Но без CSS мы никуда не можем, поэтому мы должны его помещать всегда в хед, потому что иначе у нас страница нормально не отрисуется. А вот JavaScript надо по возможности выносить вниз или вообще грузить асинхронно. Потому что пока не загрузится JavaScript, пока он не выполнится, у вас ничего не будет. Если вы, к примеру, возьмете страницу и в середину ставите JavaScript, обычно скрипт, SRC и путь к файлу, и сделаете так, что этот скрипт будет отдаваться, к примеру, 2 секунды. У вас будет следующая картина. У вас рендеринг страницы дойдет до этого места, покажет шапку, а внизу ничего не будет, ровно 2 секунды. Потому что эти ресурсы не всегда блокируют рендеринг. Это надо учитывать. Все, что я рассказал… Можно еще один моментик на предыдущем слайде добавлю? Вообще вот тот слайд, фиолетовый вернее, где очень много фиолетового, это слайд, на котором чаще всего и больше всего возникает дискуссий. И один из советов, который тоже оказалось удивительно помогает, это засунуть в BX Ready, то есть реально встраивать в код и начинать загружать метрику, Google Analytics и все внешние скрипты и инструменты. Потому что Яндекс… Причем они вроде бы дейферер, они вроде бы как бы все должны попозже загружаться и ничего не тормозить. Но эксперименты на людях показывают, что тормозят. Судя по всему, браузер втянув, уже успев загрузить JS, что-то начинает параллелить и выделяет процессорное время ресурсы на то, чтобы отрендерить. В общем, в любом случае получается, что они задерживают. Потому что даже если они грузят свои ресурсы асинхронно, этот ресурс может загрузиться раньше рендеринга страницы. И, соответственно, когда этот ресурс загрузился, его надо выполнить. Фактически очень простое действие. Все внешние инструменты, аналитики, метрики, чего бы то ни было еще, повесите на BX Ready. То есть на факт того, что у вас загрузились. Кнопочки ВКонтакте, Фейсбука. ВКонтакте, Фейсбуке. Все это вешаете на BX Ready. То есть вы реально там встроите и выиграете иногда прям фантастические величины. Ну и Антон дальше пойдет показывать. Но я бы хотел сказать. На мой взгляд, самое важное, что произошло за последний год и вообще с появлением этого сервиса. Мы вместе с вами стали говорить про скорость не в программистском понимании этого термина. Не в том, что нужно бесконечно разгонять скорость генерации страниц или факты другие. Мы начали смотреть на проект целиком, профессионально и глазами клиентов. Иногда 0.1-0.2 становится более чем достаточно для проекта, а какие-то другие вещи говорят о том, что что-то не так. Или хостинг показывает те или иные проблемы. В целом здоровье проектов стало сильно улучшаться. Клиенты стали лучше. И у вас всегда появился теперь объективный показатель вести диалог с клиентом. Вы показываете на это число и говорите, смотри, вот оно сейчас так. Мы можем вот за это побороться, можем за это побороться. Или, например, для большинства клиентов, когда они видят очень быстро, для них это более чем достаточно для того, чтобы говорить, да, все окей. Иногда вы видите проблемы под нагрузкой. Но изменился предмет диалога наш с вами, с клиентом. Мы говорим о том, что важно для них. Есть инструменты для того, чтобы использовать их как чек-лист. Отличный инструмент Google PageSpeed. Он есть как в виде сервиса, как в виде плагина. Все, что он рассказывал, он вам все подскажет и расскажет, как сомтимирует страничку. То есть ничего нового, ничего своего выдумывать не нужно для этого. Но еще какая есть проблема. То есть мы заоптимизировали бэкэнд, уменьшили количество ресурсов, уменьшили их объем. Но оказалось, что современные странички – это куча дживоскрипта. Я так сказал, килотонны дживоскрипта, всяких библиотек, плагины, верстка. Это не просто таблички, это тени, градиенты, анимации и так далее. И все это тоже тормозит. То есть браузер это все рендерит, и на это тратится тоже очень много времени. И даже может быть ситуация, когда на отрисовку и на выполнение дживоскрипта, который вы подключаете, тратится больше времени, чем на их скачивание и вообще на ответ на сервер. И вот у меня доклад называется мастер-класс. Я вам хотел показать пару приемчиков в Google Developer Tools, как можно вот эти вот вещи профилировать и уже думать. Ну вот осталось пять минут, я попытаюсь быстренько что-нибудь показать. Тебе еще пять минут дадим, показывай. Для начала я все буду показывать я на примере хрома. Вот здесь такой момент, что есть обычный хром, а есть так называемый Google Chrome Canary. То есть это разработческая версия хрома, и показываю в ней потому, что здесь, как правило, больше всяких новых фич, которые потом уже идут в основную ветку хрома. Ставится как отдельное приложение и очень удобно им тестировать. Еще один момент, что при профилировании дживоскрипта и верстки правильнее запускать хром в режиме инкогнито, потому что в обычном режиме у вас еще запустятся всякие плагины, а плагины тоже занимают время. Они тоже выполняются вместе с вашей страницей. И на таймлайнах, которые показывают, как выполняется в жидоскрипт, будет показан код ваших плагинов. Это будет не совсем честный тест. Так. Вот у нас есть страничка. Например, вот наша страничка. И здесь вот есть две основные вкладки. Это таймлайн и профили. Делаем реловую страницу, и он соберет всю статистику по тому, как выполнялась наша страница. По умолчанию он имеет вот такой вот вид и показывает все события, которые на этом участке времени происходили. Нас здесь больше всего интересует не дживоскрипт, а то, как рендерилась страничка. Желтым у нас показывает дживоскрипт, фиолетовым и зеленым рендеринг. И мы здесь можем видеть часто вот такие события под названием реконкурил стайл, лэйаут и пейнт. И еще композит. Где-то это слово уже сегодня слышал. Что это такое? Когда браузер загружает страницу и начинает ее рендерить, происходят следующие этапы. Он берет все стили страницы и делает матчинг их на каждый узел дерева, на каждый тег. Для того, чтобы вычислить вот эти так называемые computed styles. То есть то, что мы видим вот здесь вот не во вкладке style, а вот в компьютере. Потому что у вас там работает каскад, есть инлайновые стили. Все он это обрабатывает и получает уже итоговый результат. Затем происходит событие layout, которое на основании свойств таких, как ширина, высота, марджины, паддинги, все, что отвечает за размеры, вычисляет размеры этих всех элементов. И дальше уже происходит отрисовка, которая уже учитывает такие параметры, как background, color и так далее. И это вот связка, пересчет стилей, пересчет размеров и отрисовка. Есть еще композитная отрисовка. Это более ускоренная отрисовка на GPU. Туда попадают слои, которые имеют 4 свойства. Либо это opacity, либо это 3 значения свойства transform. Scale, translate, еще какой-то забыл. В итоге. В итоге. Вот в этом как раз хроме девелоперском есть такая галочка flame chart view, которая нам показывает не просто вот эти все события, а вместе с исполнением джаваскрипта. И мы можем выделить конкретный участок и увидеть, как у нас выполнялся джаваскрипт и что являлось его, точнее не только джаваскрипт, но еще как происходил рендеринг. Вот эти самые события пересчета стилей, пересчета размеров. И вот я сейчас как раз выделил конкретную ситуацию, которая мне показывает, что вот был пересчет размеров, layout. Задействовано было полторы тысячи элементов. И самое главное, он показывает причину, кто являлся причиной вот этого самого пересчета. Ну в нашем случае здесь похоже какой-то внешний плагин, который на сайте работает. И мы можем посмотреть и делать какую-то оптимизацию. Свои собственные, вот у нас в битриксе, свои собственные компоненты мы точно так же профилируем. Потому что компонентов много, за ними тяжело следить. И уже когда сайт в сборке, мы тестировали таким инструментом. Обычно я пользуюсь таким правилом. Если у нас вот эти вот операции пересчета layout и отрисовки где-то меньше 10 миллисекунд, я их не смотрю. Все, что больше, я начинаю уже оптимизировать. Потому что, как правило, если вы, допустим, добавили JavaScript класс какой-то на элемент, то вот эта вся схема происходит. Потому что у вас из-за того, что поменялся класс, у вас, соответственно, нужно пересчитать стили. Все для элементов. Соответственно, нужно пересчитать размеры. Все на этом уходит время. И в зависимости от того, насколько большое дерево для этого пересчета, время всех этих операций может либо быть супербыстрым, либо очень долгим, неприемлемым. Еще тут интересный инструмент, который нам показывает этот таймлайн в виде фреймов или кадров. Смысл в том, что он показывает, сколько тратит браузер времени на то, чтобы отобразить, точнее отрендерить страничку в 60 фпс. И тут показаны такие шкалы 30 фпс, 60 фпс. Если у вас этот столбик выше этих значений, значит, у вас проблемы. Потому что нужно добиться того, чтобы скорость рендеринга была в районе 60 фпс, потому что это совпадает с частотой экрана пользователя. И тогда он не видит тормозов. Далее. Еще интересный инструмент. Здесь вкладочка рендеринг. И здесь есть галочка enable continuous page repending. Что это значит? Это значит, что хром будет бесконечно постоянно перерисовывать страничку. И в правом верхнем углу он показывает, сколько миллисекунд он это делает. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы могли понять, какие элементы в плане отображения тормозят рендеринг. Для этого есть, во-первых, удобная клавиша H. Вы выделяете элемент, например, какой-то градиент, какая-то анимация. Нажимаете H, он скрывает этот элемент, просто добавляя visibility hidden. И вы смотрите на этот счетчик, увеличился ли он или уменьшился. То есть смотрите, как влияет конкретный элемент на скорость рендеринга страницы. То же самое можно проделывать со стилями. Если у вас какие-то там хитрые тени или градиенты, выключаем тень, смотрим, влияет, не влияет. Также здесь есть еще, вот я покажу на нашем сайте партнерской конференции, вкладочка, галочка, которая показывает нам области перерисовки. То есть вот когда я скролирую, у меня постоянно вот эта верхняя шапка перерисовывается, показывается зеленым. Что, естественно, браузер тратит свои ресурсы. Ну, здесь есть такой хак небольшой. Помните, я вам показывал, что есть еще перерисовка на GPU и называется composite, как ни странно. Здесь можно сделать хак, перевести вот этот вот position-fixed элемент как раз на выполнение на GPU. Вот у нас этот элемент. И мы добавим ему свойство, которое ничего визуально не поменяет, но зато переведет его из обычной отрисовки на композитную отрисовку. Добавим transform. Translate z 0. Это, конечно, хаки такие, но они работают. И вот мы видим, что уже при прокрутке у нас ничего не перерисовывается, потому что это композитный слой и композитный слой можно смотреть отдельно. Отдельно здесь вот есть галочка «Показать композитные слои». Не знаю, там может быть плохо видно, она обрамилась бордюром. Так, еще что я хотел вам показать. Кроме этого, есть еще вкладка профайла, которая нам позволяет профилировать JavaScript. Включаем ее, делаем рефреш странички, выключаем и смотрим, что у нас получилось. По умолчанию здесь вот такой вид, который просто показывает список методов и сколько они выполнялись. Он не очень удобный. Здесь есть специальное отображение, называется chart, которое нам показывает уже удобный таймлайн с кулстэками вызовов. И, соответственно, очень удобно здесь понять, сколько выполнялась конкретная функция. Мы свои продукты тоже тестируем именно вот этим инструментом. Очень часто бывает, что рендеринг страницы может повлиять обращение из JavaScript к дому. И это вот на этом инструменте очень хорошо видно. То есть нужно попытаться сделать так, чтобы у вас не было этих обращений, либо они были какими-то отложными. Ну, нетворки, я думаю, все знаете. Здесь… Давайте, кстати, посмотрим на нашу скорость сайта в нетворке, про которую я рассказывал. Вот этот запрос. И вот данные, которые мы отсылаем. То есть ваш клиент зашел, мы посчитали по navigation timing вот эти вот значения и отослали вот на сайт Bittrex.info значения всех этих интервалов. И затем вы уже смотрите в админке, что у вас получилось. Также здесь сразу можно увидеть, какие ресурсы у вас, например, без сжатия. То есть вот здесь вот показывается… У меня сейчас 304-й ответ. Сейчас я обновлю как в первый раз. Вот здесь два значения. Первое – это которое реально пришло, газипованное, а второе – это реальное. Если они равны, значит у вас газип не работает. Также можно пойти дальше и еще посмотреть, есть ли у вас заголовки о последней модификации и expires. Вот они есть. Как раз на нашем сайте, где-то на целый месяц закешированы ресурсы. То есть целый месяц браузер вообще не будет спрашивать об этом файле ничего. Он будет брать его из локального кэша пользователя. Я уже смотрю, выбился. Уже все хотят кушать. Вопросы хотят тебе задать. Да, давайте вопросы. И все пойдем обедать. Скорость сайта, вот этот классный индикатор, он… Права, чтобы его увидеть, они даются в главном модуле. Естественно, не хотелось бы давать права пользователю на главный модуль, чтобы они это увидели. В смысле, чтобы увидеть скорость сайта, нужно быть админом? А почему, кстати? Юрк, Павлович. А как вы бы хотели, чтобы было? Все люди должны видеть. Ну, не обязательно все. Пусть это будет группа, но не админ. К мейну дать админские права, ну, как бы, наверное, это неправильно. Ну, допустим, даже это нерешаемо. То есть, это нам и ответили в техподдержку, сказали, это невозможно сделать. Ну, возможно, архитектура такая. Допустим, директор, банальная задача, он хочет отчет получать. Сколько, допустим, вчера в течение дня, вот придет письмо, в письме написано, мы вчера отдавали в среднем страницу за столько. Ну, сайт работал с такой. Ну, это немножко другой цель инструмента. Мы же все-таки не строим прям такую аналитику и статистику для проекта. Нет, ну, понятно. Ну, вот две проблемы. С правами это, да, очень любопытно. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос по композиту. Я правильно понял, что композит, он распределяет для каждого пользователя уникальный? Ну, стандартный композит, он одинаковый для всех пользователей. Поэтому задача интегратора сделать так, чтобы он всегда был одинаковый и те вещи, которые отличаются от одного пользователя к другому, их обрамляют в динамические области. Вот этот режим, про который я сказал, его можно использовать, то есть можно написать свой класс и сделать так, чтобы для пользователя сохранялся отдельный кэш по специальным модификам. Как раз наоборот. Можно ли как-то проверять, что на сайте нет персональных данных и отдавать из кэша из композита уже сразу на первом хите? Я не совсем понял. Человек заходит на сайт первый раз и ему уже отдается сайт из композита. Ну в обычном случае это так и происходит. То есть кто-то один из первых пользователей зашел, он сделал этот кэш и все остальные пользователи уже пользуются именно этим кэшом. Но вы на наш сайт заходите. В случае, когда персонализированный кэш, здесь уже должен сделать первый хип. Каждый уникальный. Нет, это в битрикс 2.4 он каждому уникальный. А вообще классический композит он общий для всех. Да, да. Парочка вопросов. Давайте из онлайн. Да, Антон. Прям несколько человек спросили, когда же мы сами перенесем подключение JS в футер в бусе? Ну, во-первых, у нас есть специальный для этого метод. Не-не, подожди, подожди. Ответ на вопрос. Который можем. А во-вторых, ну проблема заключается в том, что у нас есть часть кода, которая требует, чтобы он выше подключился. То есть это требует специальной переделки. все это. То есть мы об этом думаем или пока еще не думаем? Ну, пока не думаем. Может быть подумаем. Понятно. Хорошо. И второй. Можно ли для администраторов сделать отключение CDN-минификации объединения CS и JS? Ну, может быть, для отладки или чего-то еще. Ну, сейчас этого нет, но в принципе можно. Ну, я понимаю, что неудобно заходить в админку, выключать и включать. Параметр типа, да? Сделать опцию такую. Хорошо. Спасибо за вопрос. Еще один. Компания не выпала. Смотрите, я хотел спросить. Вы говорили про то, что использование композитного сайта накладывает дополнительные проблемы по его взлому устойчивости, то есть по его защищенности. Вот насколько… Нет, так он не говорил. Он говорил, что появляются дополнительные возможности взлома. Нет, он говорил, что появляется параметр настройки, который введен, чтобы не ухудшилась безопасность. Нет, я немножко другому говорил. Я говорил о том, что если мы, например, композит включили, если бы мы сразу все страницы начали кэшировать, была бы проблема утечки данных. Потому что человек, например, зашел в корзину, мы эту корзину сохранили, следующий человек заходит в корзину и видит корзину не свою, а другого пользователя. Поэтому мы по умолчанию говорим, что все, все страницы голосуют против композита. Нужно специальным образом зайти в свой шаблон и компонентов, убедиться, что все работает правильно в таком режиме и сказать, что этот шаблон голосует за композит. Ну, то есть мы требуем, мы хотим, чтобы вы как разработчики сделали код-ревью вашего кода, потому что вот так вот с наскока получится ерунда. Либо будет кэш перезаписываться, либо будет потеря данных. Два последних вопроса. Компактно и завершено. Ну, прежде всего, огромное спасибо за многие работы по оптимизации скорости сайтов. В Битриксе сейчас много инструментов, но тем не менее, мы сейчас видели на слайде, отдаются страницы за 130 миллисекунд, интернет-магазины, как правило, отдаются дольше, а Wildberries отдаются за 14 миллисекунд с фильтрами 200 товаров на странице и прочее. Битрикс будет отдаваться за 14 миллисекунд? Прекрасный вопрос. Вот глядя на вот этот слайд, вернее, когда Антон показывал, вы увидели 130 миллисекунд, фактически это пинг из России, вот здесь, где мы находимся, к нашим серверам в Амазоне. То есть, это композит, он отдается NGINX, время отклика там 10, я думаю, миллисекунд, вариант ли больше, может даже там пару миллисекунд, да, по-фактическому, но задержка именно связанная с дата-центрами. Сейчас наши сайты еще на веб-акселератор не переведены, но планируем. Если вы хотите, чтобы магазин отдавался, как вы говорите там, как в Wildberries, вы его ставите в России с композитом, и вы получили все то же самое. Даже, наверное, лучше. Спасибо. Хорошо, что спросили, а так бы думали. Давайте последний вопрос. Хорошо. Про оптимизацию картинок. Вы сказали, что нужны дополнительные утилиты, а какие можно поподробнее? И что посоветуете делать с картинками, которые ресайзятся на лету? Спасибо. Спасибо. Я предлагаю на обеде, вы как раз его помучаете. На сайте Google есть очень хороший на русском языке раздел, где как раз приведены все вот эти инструменты, и методы их оптимизации. Поподробнее. Вот в плане этих утилит. Их там несколько, в зависимости от того, что вы оптимизируете, PNG или JPEG. А по поводу генерации картинок, их нужно кэшировать. Вот у нас как раз есть такой механизм, когда у нас на лету генерируются различные превьюшки, мы их просто кэшируем, и уже последующие запросы идут уже просто… просто дается файл с диска. Плюс нужно не забывать об обработке, если вы скриптом это делаете, отдаете файл, вам нужно не забывать об обработке вот этих параметров, как последняя модификация. Потому что браузер вам сделает conditional get запрос, спросит, а не изменился ли этот ресурс с такой-то даты. Вы должны сказать, изменился или нет. А не отдавать его каждый раз. Плюс отдавать еще заголовки по дате истечения кэша, expires так называемые. Спасибо большое. Спасибо, Антон.